Поляризационный микроскоп Altami Polar 3 предназначен для исследования прозрачных объектов в проходящем свете и непрозрачных в отраженном свете как обыкновенном, так и поляризованном. Данная модель микроскопа с успехом применяется в геологии, петрографии, минералогии, кристаллографии, углепетрографии, биологии, медицине, химии и криминалистике. Altami Polar 3 имеет компактную конструкцию и для своих размеров обладает широким набором конструктивных и функциональных особенностей. Штатив микроскопа изготовлен из отлитого под давлением алюминия и окрашен огнеупорной и износостойкой эмалью. Микроскоп оснащен тринокулярной насадкой с наклоном в 30 градусов, которая имеет компенсацию диоптрийной разницы глаз на левом окулярном тубусе. Также тринокулярная насадка позволяет подключать цифровые устройства захвата изображения с микроскопа. Диапазон увеличений микроскопа в стандартной комплектации варьируется от 50 до 1200 крат. С помощью дополнительной оптики можно расширить диапазон увеличений до 2000 крат. Микроскоп снабжается четырьмя специальными планно-хроматическими объективами без натяжений с увеличениями 5, 10, 40 и 60 крат. Дополнительно могут поставляться объективы с увеличениями 20, 80 и 100 крат. Все объективы имеют увеличенные рабочие расстояния и могут быть отцентрированы относительно оптической оси микроскопа с помощью специальных центровочных винтов, расположенных на ободе револьверного устройства. Револьверное устройство, в которое устанавливаются объективы микроскопа, вращается на 360 градусов и оснащено механизмом точной фиксации объективов относительно оптической оси микроскопа. В стандартный комплект микроскопа включены широкопольные окуляры с увеличением 10 и 20 крат, а также один 10-кратный окуляр со шкалой, что в сочетании с объект-микрометром позволяет проводить измерения различных элементов на изображении. Отличительной особенностью всех поляризационных микроскопов является круглый предметный столик. У модели Polar 3 он диаметром 150 мм и имеет нанесенную разметку с шагом в 1 градус. Перемещение стола по вертикали может быть ограничено специальным встроенным механизмом для защиты препарата и фронтальных линз объективов. В качестве опции к микроскопу Altami Polar 3 можно приобрести удобный препаратоводитель для работы с предметными стёклами. Микроскоп комплектуется промежуточным тубусом с линзами Бертрана для проведения коноскопических исследований. Эта функция будет полезна для оценки оптических характеристик кристаллов, например, для определения числа оптических осей. Поляризационные микроскопы исследовательского класса, к которым относятся Altami Polar 3, комплектуются анализатором с нониусной шкалой. А для количественных измерений процессов замедления в составе комплектации микроскопа имеется набор всех необходимых для этого компенсаторов. Altami Polar 3 имеет два источника света, по одному в осветителях отражённого и проходящего света. Каждый из источников света – это галогеновая лампа мощностью 30 Вт, имеющая свой механизм центровки. Система проходящего света Altami Polar 3 построена вокруг регулируемого по высоте конденсора схемы ABBE с регулируемой апертурной диафрагмой и откидной линзой Lazo. Для работы со светофильтрами в верхней части коллектора проходящего света предусмотрено специальное место для их установки, а в системе отражённого света есть встроенный диск со светофильтрами, вращая который можно установить нужный светофильтр в рабочее положение. Обе системы освещения имеют регулируемые полевые и апертурные диафрагмы, что позволяет настраивать освещение микроскопа по кёллеру. Распаковываем микроскоп и устанавливаем его на твёрдой и ровной поверхности. Монтируем поляризационный модуль, используя для этого шестигранный ключ. Устанавливаем бинокуляр в посадочное место. Монтируем корпус осветителя отражённого света на тыльной стороне штатива, также используя для этого шестигранный ключ. Вставляем шнур питания осветителя в микроскоп и подключаем микроскоп к электросети. Кнопка включения питания расположена на левой части основания микроскопа, а колесо регулировки яркости на противоположной стороне от включателя. Кнопка переключения режима осветителя для отражённого или проходящего света находится чуть выше кнопки переключения питания микроскопа. Настройка фокусировки осуществляется при помощи винтов грубой и точной фокусировки, расположенных с правой и с левой стороны микроскопа. Для комфортного управления вертикальным перемещением стола винты грубой и точной фокусировки расположены коаксиально. Регулировка жёсткости хода ручки грубой фокусировки может быть установлена в соответствии с предпочтениями пользователя. Регулятор находится между штативом и винтом грубой фокусировки с левой стороны микроскопа. При вращении регулятора по часовой стрелке жёсткость увеличивается, наоборот уменьшается. Чтобы при работе с объективами, имеющими малое рабочее расстояние, избежать соприкосновения стола или препарата с поверхностью объектива, можно воспользоваться ограничителем вертикального перемещения стола. Регулятор находится между штативом и винтом грубой фокусировки с правой стороны микроскопа. Ограничитель также упрощает процедуру рефокусировки. Это значит, что после смены объектива или объекта исследования, опустив стол, пользователь может без опаски установить стол в прежнее положение ручками грубой фокусировки, а затем лишь подстроить фокус ручкой тонкой фокусировки. Но нужно иметь в виду, что ограничитель не действует при перемещении стола винтами тонкой фокусировки. Приступая к изучению объекта исследования, следует произвести центровку рабочего стола. Для этого нужно ослабить фиксирующий винт и поместить в центр стола объект исследования. Далее следует найти интересующий объект в поле зрения. Если объект расположен не в центральной точке поля зрения, то нужно переместить препарат таким образом, чтобы объект оказался в центре. Если ось вращения не совпадает с оптической осью, то при вращении стола объект будет перемещаться по круговой траектории. Чтобы центр траектории вращения объекта совпадал с центром видимого поля, следует отцентрировать стол двумя регулировочными винтами. Если при смене объектива положение объекта и его траектории снова будет отклоняться от центральной точки поля зрения, то в данном случае необходимо отцентрировать объективы с помощью регулировочных винтов, которые находятся у основания объектива. После выполненной центровки стола и объективов настраиваем комфортное междрачковое расстояние на три окулярные насадки. Для этого, взявшись за края насадки, подстраиваем положение окуляров относительно глаз, как при настройке бинокля. При необходимости выполнить компенсацию диоптрийной разницы глаз пользователя, следует сначала добиться четкого изображения при помощи механизма фокусировки, наблюдая в окуляр без диоптрийной подстройки, а затем, наблюдая в другой окуляр, поворотом кольца диоптрийной подстройки нужно добиться четкого изображения и в нем, не трогая при этом фокусировочный механизм. При подготовке микроскопа к работе следует также произвести настройку конденсора АББЭ. Конденсор расположен под предметным столом. Он установлен в специальный разъем и закреплен винтом. А с помощью специальной ручки, расположенной слева на штативе микроскопа, конденсор можно перемещать в вертикальном направлении. Для того, чтобы выполнить центровку конденсора, следует выбрать объектив с увеличением 10 крат, закрыть полевую диафрагму коллектора и открыть апертурную диафрагму конденсора. С помощью ручки перемещения конденсора по вертикали следует переместить конденсор до того уровня, когда в поле зрения появятся четкие края полевой диафрагмы. Если при этом контур полевой диафрагмы находится не в центре видимого поля, то вращением центровочных винтов конденсора следует добиться его перемещения в требуемое центральное положение. Успешно выполнив центрирование конденсора, следует открыть полевую диафрагму по размеру поля зрения для получения качественного изображения объекта исследования. Далее приступаем к настройке осветителя отраженного света, а именно к регулировке положения лампы. Выкручиваем один объектив из револьверного устройства и совмещаем освободившиеся отверстия с оптической осью микроскопа. Кладем на предметный стол лист белой бумаги. При этом на листе бумаги должно появиться изображение нити накаливания. Если изображение нити накаливания нечеткое, то нужно настроить резкость вращением ручки перемещения коллектора, которая расположена с левой стороны корпуса осветителя. Если изображение нити накаливания не в центре светового пятна, то для ее центровки следует вращать две ручки, расположенные с правой стороны корпуса осветителя до того момента, пока изображение нити накаливания лампы не окажется точно в центре светового пятна. Возвращаем на место выкрученный до этого объектив. Наблюдение объектов в поляризованном свете производится при введённом в оптический путь анализаторе. При выставлении анализатора и поляризатора в положении 0 они будут располагаться ортогонально. Вращая поляризатор и анализатор специальным кольцом, изменяется угол поляризации, что необходимо для установки углов среза световых лучей поляризатора и анализатора во взаимно перпендикулярное положение. Вращая стол микроскопа, можно также наблюдать изменения преломления света образцом или его частями в зависимости от угла поляризации. В оптический путь также могут быть введены компенсаторы, например, одноволновая поляризационная пластина, четвертьволновая поляризационная пластина или кварцевый клин. При задвинутом штоке распределения света 100% светового потока попадает в бинокуляр. В обратном положении вертикальный фотовыход. Для подключения микроскопа к компьютеру с целью вывода изображения объекта на монитор, сохранения фото и видеоматериалов исследования, а также проведения различных измерений, необходимо установить цифровую камеру, поставляемую в комплекте с микроскопом в специальный порт на тринокулярной насадке. Для установки цифровой камеры предварительно следует вынуть заглушку, ослабив крепежный винт. Далее плавно накручиваем C-mount адаптер на цифровую камеру и аккуратно вставляем в порт, закрепив конструкцию крепежным винтом. Подключаем устройство к компьютеру с помощью USB-провода и запускаем программу Altami Studio. Ссылки на видео с активацией программы, а также с описанием базового функционала есть в описании к данному видео. Покупатель также имеет возможность укомплектовать микроскоп другой цифровой камерой с большим разрешением, либо зеркальным фотоаппаратом Canon с байонетом типа EF. Для подключения фотоаппарата к микроскопу потребуется специальный оптический адаптер с байонетом Canon типа EF. Этот адаптер можно заказать отдельно в качестве дополнительного аксессуара и подключить к микроскопу Polar 3 уже имеющийся фотоаппарат. После выполненной процедуры подготовки и настройки прибора микроскоп готов к работе и выполнению поставленных перед исследователем задач. Altami Polar 3 – поляризационный микроскоп исследовательского класса. Его выгодно отличают высококонтрастная планохроматическая оптика, цифровая камера с программным обеспечением в комплекте, качественные комплектующие и аксессуары, а также широкий набор функций и возможностей, который удовлетворит практически все потребности специалистов в области изучения анизотропных объектов. Выбирайте Altami, подписывайтесь на наш канал и следите за дальнейшими обновлениями. Субтитры создавал DimaTorzok